Игорь Владимирович, потрясающие новости идут из России. Госдума приняла закон о наливайках. Теперь у нас региональные органы власти, да местные органы самоуправления могут закрывать эти наливайки. Мы все прекрасно помним и сухой закон Горбачёва, и закрытие наливайок Сталина. Я посмотрел специальную статистику. Русский мужик пьёт в год на душу населения 10,5 литров чистого алкоголя. А по миру 5,8. Вот скажите, если вкратце, нас ждёт в России пьяный бунт? Да нет, в общем, идёт мягкая адаптация, в случае чего в России всегда хорошо владела технологиями производства самогона. При любых игрищах на алкогольном рынке всегда есть такой демпфер под названием самогоноварение. Тем более, надо сказать, что последние лет 15 в России активно продавались иностранные чудесные самогонные аппараты. Народ хорошо обзавёлся. Есть большой обмен рецептами, технологиями. Так что, в крайнем случае, народ просто переключит самогон. И это прекрасно всегда производилось. Это такая традиционная народная забава, которая была всегда в Советском Союзе любимой милицией. Нужно было самогонщиков кормиться. Так что сейчас будет примерно то же самое. Никакие тут серьёзные перемены в обществе и, что называется, в моделях потребления я, в общем, не ожидаю. Вы знаете, я недавно просто думал, зачем это нужно было сделать. И я пришёл к такому выводу, что просто отправляют русского мужика на трезвую голову голосовать за Путина, чтобы он не промахнулся, знаете, в этих бюллетенях, в вариамартовских выборах. Скажите, вот как вы считаете, можно, в принципе, голосовать на трезвую за Путина? Ну, это вопрос политический, я бы не хотел на него отвечать. Думаю, что довольно много людей в России на трезвую голову проголосуют. Не обольчайтесь. Насколько я могу судить, довольно много людей вполне довольны тем, как руководит страной президент Путин. Не обольчайтесь. Люди радуются тому, что он делает и вполне его поддерживает. И таких людей, насколько я могу судить, довольно много. Потому что я же, в общем, вижу отклики на мои выступления на Ютубе, на Телеграме. Я понимаю, что это не только боты, есть люди, которые искренне считают, что это всё очень правильно. Вспоминайте, как мы с вами видели интервью в Белгороде, когда началась СВО, как народ на улицах с восторгом говорил, наконец-то, а то мы всё ждали, что будет беда, они на нас, украинцы, нападут. И мы вот наконец-то дождались, что Россия напала на Украину. Вот какое же счастье. Ну, это настроение есть, они существуют, они не исчезают в России. Госдума также приняла закон о конфискации. Теперь, я так понимаю, иноагентов будут называть просто военными преступниками или изменниками Родины, или врагами народа. Но скажите, вот если серьёзно, в России начинается экономический террор. Вообще, что ждёт Россию после принятия этого закона? Здесь, конечно, открывается очень опасная форточка, потому что когда начинается вот эта история с возможности конфискации имущества за политические взгляды, что называется, становится очень выгодным заниматься всякого рода доносительством. И поэтому, конечно, мы это видали и в истории СССР, когда люди доносили на соседа, чтобы потом занять его комнату в коммуналке. И тут опять возникает тот же самый искушение, как можно больше людей подвести под репрессивные статьи, на этом основании изъять имущество, и на этом основании потом это имущество хорошо пропродать, и за счёт этого хорошо заработать. То есть, когда к политике подключаются ещё такие материальные стимулы, то механизм репрессии начинает раскручаться с ускорением. А это механизм страшный, и он потом засасывает даже тех, кто его изначально запускал, и ему радовался. Но вот Россия по этой дороге решила пойти опять. Ну, в общем, я так понимаю, что, вспоминая Булгакова, мастера и Маргариту, ныне практически запрещённую в России, Магарычей появится куда больше. Ну, что ж... Ну, квартирный вопрос, как вы помните, Булгаков писал, людей сильно портит. Да, ну, понимаете, какая-то интересная история, потому что квартирный вопрос перевёгся теперь в разряд гробовых. 12-27. 12 за покойного солдата, 27 за покойного офицера. Вообще, это, конечно, потрясающе, как у нас Булгаков модернизируется в современной путинской России. Что скажете? Ну, давайте ещё подумаем, что ещё могут вспомнить, что Булгаков довольно долго жил, как вы помните, в Киеве, да, и, соответственно, могут сказать, что это просто был вражеский писатель, всяко же теперь в России. Я уже даже, знаете ли, шутить не очень боюсь, не очень решаюсь, потому что, чёрт её знает, пошутишь, а всё произойдёт, как оно тут. Скажут, да он же там вот жил, на этом спуске, да, и там до сих пор коты обретаются очень подозрительные, одного из таких. Там когда-то в Киеве встретил этого кота. Так что как-то он был агентом не тем, не хорошим, и вообще запретят. Всё может быть. Смотрите, вот этот новый фильм уже как и волну вызвал негодование. Боже мой, «Мастер Маргарита» опять превратился, ну, фактор политического скандала. Совершенно поразительная история. То есть я, в общем, с интересом наблюдаю, как моя жизнь закольцовывается. Мы помним, какой был ажиотаж, когда начали впервые публиковать «Мастера Маргарита», какая-то была революция в сознании. Вот теперь мы опять наблюдаем, что скоро, глядишь, и запретят. Друзья, оставайтесь на наших каналах, обязательно ставьте лайки, как можно больше комментариев, и подписывайтесь. Дмитрий Гордон в гостях у Гордона, Олеся Басма, YouTube-канал Игорь Липсис, телеграм-канал экономист Игорь Липсис. Но мы продолжаем. Игорь Владимирович, ну, что я вижу? Хлеба на полочках уже далеко не в каждом магазине можно найти в России. Яиц нет, но вы держитесь. Курятина и проблема. Оказывается, что и томаты делаются из импортных, из иностранных запчастей, как что называется. Рубль, скорее всего, пойдет в крутой опеке после мартовских президентских выборов. В принципе, что ждет Россию с такой ситуацией? И назревает ли в России какая-то, условно, голодная революция или социальная революция? Нет, ничего такого рода в России не будет. Но, конечно, разбалансировка, разрушение экономики, оно идет. И это, в общем, закономерно, потому что все-таки почти четверть века Россия аккуратно, разумно, грамотно устраивалась в мировую экономику, пыталась стать цивилизованной страной, соответственно, налаживала закупки таких эффективных зарубежных компонентов для своего производства. Теперь сказали, нет, строго наоборот, пойдем назад в изоляцию, во враждебность к миру. Но тогда возник вопрос, а что делать со всеми этими иностранными закупками? И начинаются вот эти разрушения устоявшихся производственных цепочек. А это трудно строить, понимаете, действительно, семенной фонд завозится. Яйцо инкубационное, из которых выращиваются курочки, потом несущие столовое яйцо, завозится. многие химикаты, лекарства завозят. Без этого трудно работать. Оборудование на предприятиях сельского хозяйства очень часто импортное. Когда это все разрушается, когда это все лишается нормального сервиса, поддержки, то начинается падение производства. Смотрите, сколько было крика, нужно срочно обеспечить России полную продовольственную независимость от мира. Но вот как только начались какие-то вот эти ситуации с яйцами все срочно подзабыли. Вот сегодня пришла статистика, уже завезли в Россию 78 миллионов единиц яиц с Азербайджана, Турции, в общем, откуда только могут, везут яйца срочно в Россию. Соответственно, теперь российским птицеводам уже как-то нервно становится. Ну, хорошо, да, дальше что? Ну, вот ты начинаешь дальше производить. То ли ты попадешь в магазин, то ли попадет азербайджанское яйцо, и что тебе потом делать, соответственно, с этими конкурентами, которые появились опять же по распоряжению начальства. То есть, либо ты, в общем, девственница, либо ты многодетная мать, а тут, с одной стороны, импортозамещение, с другой стороны, при малейшем кризисе открываются двери, снимается пошлина и везется импортный товар. Ну, как тогда вести бизнес? Ну, возникает такая разрушенная нормальная система, она уже перестает быть нормальной, она фрагментарная, и уже непонятно, что делать разумно, что делать неразумно, лучше не делать вообще ничего. Я правильно понимаю, что Путин без русских яиц скоро останется без русских яиц, что будет все в России из-за границы привозиться? Трудно сказать, что будет, потому что никто не понимает вообще, как меняется экономика России. Поймите, что даже нам, российским экономистам, понять, что происходит, становится все сложнее по одной простой причине, экономика закрывается. Правительство закрывает информацию, секретит, вот только что вышел очередной указ, по которому, значит, российские предприятия, российские компании имеют право не публиковать ту информацию, которую публиковали раньше. Ну, то есть, как бы даже экономическая и финансовая информация становится закрытой, и там какие-то данные по нефти, по нефтедобыче, которые были засекречены там, и по каким-то финансовым операциям, а уже даже там отчетность предприятий секретится, ты уже не можешь понять, что происходит не только на глобальном, но на микроуровне, потому что все закрыто. Поэтому, конечно, очень трудно становится оценивать экономику России, приходится это делать очень косвенно, голодных бунтов не будет, но очень возможно, что начнется сокращение производства, сельхозпродукции, и полки начнут пустить. Кроме того, надо понимать, что продолжается, и будет, видимо, продолжаться девальвация рубля, его сейчас придавили, курс доллара и евро, потому что перед выборами держат, после выборов придется отпускать, иначе бюджет не свести, а это, значит, будет дорожать импорт, те же самые яйца будут стоить очень дорого, просто в силу того, что рубль обесценился, и импортные продукты будут убывать на полках. Начнется уже сжатие ассортимента, народ мне уже пишет, что начинается опустение полок в магазинах продовольственных, полочки сдвигают, какие-то стеллажи ликвидируют, создают свободное пространство для гуляния, но это, в общем, уже как бы такая дорога нехорошая. Вот вы сказали о девальвации рубля, Центробанк, мы знаем, за два года напечатал 4 триллиона рублей. А какие ваши прогнозы, приблизительные хотя бы в ближайшей перспективе, что ждет рубль после мартовских выборов, то есть, насколько он упадет? Коридор. Здесь очень интересная тема. Дело в том, что сейчас вы спрашиваете, как он упадет, это еще какой-то такой отголосок представления о том, что в России есть валютный рынок, на нем свободно формируются курсы, и можно гадать, можно строить графики и предсказывать. Это все уже в прошлом. Россия практически реально перешла к регулируемому курсу, а не рыночному курсу с января. Действует новый закон, по которому Центробанк может вмешиваться в торги на валютной бирже, и если он видит, что кто-то из участников проводит какую-то игру, которая Центробанку не нравится, потому что мешает ему удерживать нужный курс, он может этого участника рынка выгнать на срок до 6 месяцев запретить участвовать в торгах. Практически это означает, что в России возникает эта новая система государственного регулирования, курс назначается реально, и все, кто не будет согласны этот курс поддерживать, просто будут изгоняться с валютного рынка. Мы понимаем, что до выборов скорее курс будут держать на достаточно низком уровне доллара и евро к рублю, чтобы было ощущение, что рубль крепкий, президент добился успеха. Вот, а после выборов, конечно, всякая ситуация возможно, повторяю, очень трудно сбалансировать бюджет, очень сложно обеспечить поступление такой огромной массы, которую заложили под огромные расходы, и поэтому без девальвации рубля в общем это не делается. Поэтому, ну, коридор очень по-разному оценивается, оптимисты говорят российские о 92 рублях, пессимисты о 92, 108 рублях, реалисты говорят о более чем 108 до 120, потому что иначе действительно концы с концами бюджета не свести и денег на расходы не найти. И так уже, смотрите, российский бюджет пошел, что называется, во все тяжкие, чтобы финансировать военные расходы, режут гражданские, начали резать даже, что называется, болезненные такие вещи, как расходы на покупку лекарств. Практически Россия возвращается в ситуацию, когда тебя в больницу то положат, а вот лекарства все в больницу надо приносить родственникам, потому что закупки лекарств, даже жизненно важных, сокращают для медицинских учреждений. Ну, режут все. ЖКХ, авария одна за одной, а расходы на ЖКХ заложены в сокращении, не в увеличении. Вот давайте мы о ЖКХ поговорим, потому что действительно это катастрофа. По последним оценкам где-то 70% жилищно-коммунального хозяйства, структуры, она изношена. Ну, разные оценки, есть 50, есть 70, кто-то говорит вообще 100 в некоторых городах, но мы видим, что трубы рвутся, везде холодно, электричества нет, воды нет, лифты не работают, там десятки тысяч лифтов не работают по стране на самом-то деле или пребывают в очень плачевном состоянии. Вот скажите мне, Россия скоро, я так понимаю, перейдет на дрова и на биотуалеты? Что вообще происходит? Происходит, ну, как вам сказать, страна изношенная, с очень такой устарелой инфраструктурой. Вы там 70% сказали, я могу привести официальную цифру, которую озвучил немного-немало губернатор Подмосковья. У него, когда аварии там пошли, косяком, потоком, ручьем, а потом, значит, соответственно, водопадом потекли, он, значит, начал оправдываться и заявил, что коммунальная инфраструктура Подмосковья, в столичном регионе, изношена на 80%, 80, да? Так что катастрофа действительно сильная, поправить ее нереально, потому что нет такого объема денег, которые нужны, деньги на это дело нужно потратить, ну, буквально за несколько лет, 10-20 триллионов, естественно, никто таких денег не дает, более там, в бюджете Российской Федерации заложено сокращение, по-моему, что-то до меньше 400 миллиардов, я вам говорю, 10-20 триллионов за несколько лет, то есть по 3-4 триллиона надо в год тратить, а тут в 10 раз меньше, поэтому аварии будут только нарастать, и, в общем, да, конечно, ты когда это говоришь, люди приходят в ужас, а ты говоришь о том, что нужно учиться, в общем, жить автономно, там, ставить какие-то собственные автономные отопительные системы, закупаться биотуалетами, продумывать, как вы будете добывать воду, значит, на высоких этажах, ну, я понимаю, что когда ты говоришь, то ты воспринимаешься как паникер, который запугивает людей, рассказывает какие-то страшилки, но если вы сочетаете отключение воды и изношенность лифта, то у вас возникает картина достаточно страшноватая, на 12 этаж, с ведрами по лесенке, знаете, это такая работа не для стариков, старикам это просто смертельная история, ну, вот, это как-то страшно рассказывать, но когда вы смотрите, что у вас почти вся карта России закрашена зонами с коммунальными авариями, она почти вся красная уже, да, то ты понимаешь, что ситуация достаточно тяжелая, и она улучшиться не может, понимаете, чудес не бывает, нужно действительно заменять огромное количество труб, огромную протяженность труб, на очереди аварий, на электростанциях, там тоже все очень сильно изношено, кабельное хозяйство изношено, а Россия, в общем, сделать ничего не может, единственное, что сейчас они пытаются сделать, ввести ограничение на потребление электроэнергии в хозяйстве, ну, потому что, когда начинается, так сказать, отключение топления, люди включают, как вы понимаете, электрический нагреватель, а это тоже моментально выбивает счетчики, выбивает передохранители, потом начинают гореть кабели, потом вылетают подстанции, ну, в общем, и они сейчас пытаются ввести некую систему, то есть начинается внедрение норматива потребления электроэнергии, чтобы ты потреблял не сильно густо, а если будешь потреблять больше, то тебе будет, как бы, такой уже штрафной тариф, ну, не издумывая, что это сильно как-то исправит ситуацию, нужно действительно ремонтировать всю страну, но это не в приоритете у правительства, вот важнее сделать танки, важнее сделать ракеты, снаряды, поэтому, конечно, россиянам надо готовиться к какому-то странному, другому образу жизни, и это очень такая болезненная тема, потому что страна-то вся урбанизирована, все живут в городах, а где ты в городе, ну, в общем, я вот, кто-то у себя в телеграмме выложил, мне человек прислал инструкцию, как они в Грузии выживали во время гражданской войны, не все помнят, но в Грузии была гражданская война в 90-х, значит, соответственно, вот они там научились как-то сохранять тепло, какие-то пленки отопительные добывали, значит, как-то ухитрялись нагревать кровать перед сном, пора россиянам эту технологию выживания поучиться у выживальщиков, которые такие технологии осваивали, вот теперь россиянам предстоит стать выживальщиком, страшные слова я произношу, ну, в общем, что я могу сделать, ну, картинка... Игорь Владимирович, давайте так, вот есть у американцев такая практика, во всяком случае, времена холодной войны, она была, когда собирали там ядерный рюкзачок, вот что необходимо россиянину сейчас, чем обзавестись, чтобы условно переживать эту, ну, зиму эту и последующую, условно, если, конечно, еще российское государство, а путинское, для этого доживет. Ну, во-первых, конечно, нужны аккумуляторные фонарики, я, как бы, эти инструкции выживальщиков тоже читал, поскольку, когда в России живешь, то всегда, в общем, к этому готовишься. Значит, конечно, нужны аккумуляторные фонарики, которые надо не забывать подзаряжать, нужно иметь запас питьевой воды, нужно иметь запас технической воды, чтобы, по крайней мере, туалет сливать. Все это, в принципе, россияне когда-то умели делать, и я еще помню, как я, обретаясь в квартире на Арбате, иногда держал целую ванну технической воды, чтобы сливать туалет, потому что отключали воду достаточно регулярно, и у нас была уже отработанная технология выживания, то есть стояли трехлитровые банки с питьевой водой. Вот, так что в этом смысле, да, вода, фонарики, чтобы в темноте не мыкать, горе, свечки, это все-таки аккуратная такая проблема, значит, начинается возрождение интереса, кстати, к керосиновым лампам, значит, в России продают уже керосиновые лампы, так что нужно керосинчик иметь, в общем, это все, конечно, вещи не очень радостные, но что делать, дрова и биотуалеты нужны? Лекарства, конечно. Дрова и биотуалеты. Лекарства нужны меньше, в запасе, это все нужно. Дрова и биотуалеты нужны? Биотуалеты, ну, это все-таки сложная история, но есть небольшие биотуалеты, что называется, без кабинки такой, небольшой, в общем, у меня когда-то на даче такой стоял, ну, в общем, тоже не исключено, потому что всяко может быть, канализация, она, как вы понимаете, без электричества не работает, и с канализацией уже проблема в России, начинались. У нас вот уже был тот эпизод, это зимой, по-моему, в Владивостоке, прорвало канализацию и, соответственно, залило фекалиями по-моему, одной из площадей, так что такие истории тоже будут, и в этом смысле, ну, вот, как бы это страшно, потому что это, как бы, базовая структура жизни, но вот, когда руководство страны не заботится о качестве жизни, а заботится о других историях, то качество жизни может упуститься до Плинтуса. Ну, друзья, как мы видим, Путин уже даже на место завхоза не тянет в Россию, но тем не менее, оставляйте свои лайки, пожалуйста, комментируйте это видео как можно больше и как можно чаще, подписывайтесь на все наши каналы, а также на YouTube-канал Игорь Липсис, Telegram-канал Экономист Игорь Липсис.